Двухтактные двигатели Поэтому в этом выпуске я расскажу о всех возможных компоновках двухтактного двухцилиндрового двигателя И думаю многие из вас сильно удивятся, особенно те кто не смотрел мои выпуски ранее Начнем мы с самой стандартной компоновки такого двигателя Это всем известная по мотоциклам Иш и Ява параллельная двойка Одним из самых лучших мотоциклов с таким двигателем считается очень популярная во всем мире Yamaha RD350 Которая впервые появилась в 73 году Ее 347 кубовый двигатель воздушного охлаждения выдавал 35 лошадиных сил при 7500 оборотах в минуту А следующая модель Yamaha RD350LC, которая имела уже жидкостное охлаждение Выдавала 47 лошадиных сил и разгонялась до 180 км в час Следующий новый вариант двухцилиндрового двухтактного двигателя показала компания Kawasaki Выпустив в 84 году модель KR250 Она представляла собой копию гоночной модели, на которой пилот Kawasaki выиграл в 81 году чемпионат мира Два цилиндра 249 кубового двигателя жидкостного охлаждения располагались непривычным образом поперек, а вдоль мотоцикла Еще одной отличительной чертой этого двигателя являлся нестандартный механизм газораспределения с золотниковыми клапанами Благодаря такой конструкции в общем удалось получить 45 лошадиных сил максимальной мощности, которые снимались на 10 тысячах оборотов в минуту Хорошее flying огонь reduzирование Показаем Показаем Далее свой новый вариант двухцилиндрового двухтактного двигателя показала Honda, выпустив в 1984 году спортбайк Honda NS250R, который также являлся копией гоночного болида. Он приводился в движение 249-кубовым двухтактным двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения с развалом цилиндров 90 градусов, которые имели некосиловое покрытие. Силовая установка выдавала 45 лошадиных сил максимальной мощности на 9500 оборотов в минуту и 36 ньютон-метров крутящего момента на 8500. Максимальная скорость NS250R составляла около 200 км в час. На первый взгляд, вроде бы это все возможные компоновки этой силовой установки. Однако, задолго до этих японских ракет были и другие варианты двухцилиндрового двухтактного двигателя. Один из них устанавливался на мотоцикл IFA BK350, который выпускался в ГДР на бывшем заводе DKV с 1952 года. Мотоцикл оснащался двухтактным двухцилиндровым оппозитным двигателем объемом 343 кубических сантиметра с двумя карбюраторами, который выдавал 15 лошадиных сил при 5000 оборотах в минуту. Максимальная скорость составляла 120 км в час. С 1956 года мотоцикл был переименован в МЦ БК350. Ну и самым удивительным двигателем оснащались мотоциклы POOH, которые были популярны в 30-е годы. О них я уже не раз упоминал в своих выпусках. Их особенностью является необычный двигатель, который визуально имеет один цилиндр. Однако на самом деле в нем два поршня. То есть два цилиндра находятся в едином блоке. Также такую конструкцию называют P-образным цилиндром, в котором два поршня посажены на вильчатый шатун. Такая схема позволила воплотить мечту всех конструкторов двухтактников – несимметричные фазы газораспределения. Один поршень управлял продувочными окнами, второй – выпускными. При этом выпускные окна закрывались раньше, не позволяя вылетать в трубу заряду свежей смеси. Такой 250-кубовый двигатель в 1934 году выдавал 10,5 лошадиных сил и считался самым мощным в классе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА